Вот когда бывает какая-то ситуация, иногда трудно в течение двух-трех секунд сообразить своё правильное действие. Как нужно поступить в какой-то ситуации. И бывает, что у тебя есть одна-две секунды, и ты не понимаешь, что надо сделать. Я научилась зависать. То есть я так мысленно протягиваю такую ниточку от своей головы наверх, как импульс, как такой запрос. Как от головы туда наверх, ну как бы ниточка. И зацепляюсь там за что-то сверху, и где-то там сверху начинается чего-то такое происходить. Начинается поступление информации. При этом мозг свободный становится. То есть это самое главное, чего вы должны научиться делать. Оставлять мозг в покое. Потому что если вы начнёте разговаривать с человеком, начнёте чего-то отвечать, начнёте там как-то, то появятся эмоции. Эмоциональное тело тут как-то подбежало, о, и начало там чего-то. Эмоциональное тело, естественно, не выключит мозг, и вы попадёте на бабки, хотелось сказать. Вы попадёте на расход энергии. Поэтому сразу пришла какая-то ситуация. Раз, и мысли наверх ушли. То есть мозг завис, тишина и покой, а вы в этот момент сидите в облаке. Ну не знаю, там где-то наверху. И как бы оттуда вы читаете информацию. То есть не из мозгов уже информация идёт, а сверху откуда-то. У вас будет ощущение, что ваша голова где-то прицеплена там на небе за что-то. Ну такое чувство просто бывает. И вы читаете именно оттуда, с неба, с облака. Ну такое ощущение. Понятно, что голова на месте. Вот. И вот когда вы там, с того места, чего-то там читаете, сверху, здесь приходит полное успокоение ситуации. Понятно, что каждый человек может вести так, как он считает нужным. Ну то есть он может там себе по-своему там как-то реагировать на... То есть вы смотрите на людей, которые вокруг. Или на ситуацию какую-то, да. То есть в этот момент лучше всего зависнуть. Ну вот я так это обозначаю. То есть зависание, ну буквально там минута, наверное, проходит. Вот. Зависли. И потом дальше уже начинается такое трезвое состояние. Понимаешь, что так, ну вот чего я тут себе соорудила в жизни. И зачем мне эта ситуация. И чего я хочу от этой ситуации. То есть она же пришла не просто так. Раз она пришла, значит нужно что-то делать с ней, с этой ситуацией. И приходит осознание, что ну ты работала там с чем-то, да, с какой-то чакрой, работала с какими-то мыслями. Ну вот вселенная среагировала на все это. И она тебе принесла зеркало. Или еще какую-то вещь принесла. Ага, ну спасибо, конечно. Да, понятно, что ситуация бывает не очень приятная. Но тем не менее благодарность не помешает. То есть ты благодаришь всех актеров, которые пришли на помощь. Которые что-то для тебя сделали, сыграли классно. И соответственно ты отвисаешь, то есть мозг включается и ты начинаешь разбирать ситуацию. То есть ты ее обсасываешь со всех сторон. Почему, зачем, для чего, что я должна принять, чтобы понять, какой идет урок. То есть для чего мне все это. То есть мозг начинает работать. Но это потом. Первоначально все-таки импульс это завистание. Это самое правильное в любой ситуации. То есть не нужно никуда торопиться. В сценарии игры, я почему это подробно рассказываю, потому что в сценарии игры записано, что если ученик долго не отвечает, ему ставят два. Поэтому у детей выработана программа внутри, что ты обязательно должен в течение трех-четырех секунд, не расстраивая учителя и взрослых, ты должен быть на высоте, ты должен что-то сделать. Иначе тебя оценят, покритикуют и тебе поставят самый худший балл. И естественно ты будешь считаться уже плохим учеником. То есть тебя переведут из ударников в троечники, из троечников в двоечники. И тебе это страшно. То есть ты находишься в сценарии игры. Он рабочий этот сценарий и он находится в теле у каждого. Кто учился в школе, у каждого человека находится этот сценарий игры. Тебя оценят и у тебя нет времени думать. У тебя нет времени рассуждать. Нет времени подождать информацию. У тебя ни на что нет времени. Тебе дали три секунды, все, дальше два. Поэтому страх, что нужно срочно, немедленно выдать ответ. Нужно либо оправдаться быстро и немедленно, потому что тебя там сейчас осудят. Либо тебе нужно там объяснить какой ты белый пушистый. Себя надо защитить вовремя. То есть успеть сказать там кучу слов каких-то, потому что тебе сейчас будут критиковать или тебя будут сейчас оговаривать, или очернять, или думать о тебе какие-то плохие вещи. То есть нужно быстренько себя обелить и как-то там оправдаться и что-то там сделать, потому что сейчас немедленно закидают, что называется, палками или камнями тебя. И, соответственно, тебе будет плохо после этого. Это сценарный план. Его никуда не денешь. Он в активе у всех людей. Поэтому, чтобы выбраться из этой ситуации, мы с вами делаем такие медитации, делаем вот такое преобразование, скажем так, пространства, для того, чтобы эта программа закончилась. Вы можете для себя персонально вспоминать какие-то сюжеты в своей жизни. Ну, я переписывала свое детство. Я его переписывала от начала и до конца. Все 20 лет переписала. Хотя надо, ребенок бывает от 0 до 28. Вы знаете об этом 4 семерки. Это ребенок. 4 семерки ребенок. В сценарном плане ребенок только 3 семерки. 21 год. Это сценарный план. Это в США. Ну, вот они играют в эту игру. У нас сценарный план. Вообще 18 лет. Поэтому у нас разные игры, разные закрученные сценарии. Поэтому получается так, что у нас ребенок взрослеет раньше. По космическим законам детство от 0 до 28 лет. То есть это переписать, переделать, трансформировать все свое детство, нарисовать другие события. Понятно, что убрать всю критику, это само собой. То есть переписать. Если вы помните какие-то моменты, когда вас могли осудить и раскритиковать, или там вы должны были на цыпочках бегать, или, боже упаси, вас там... Ну, как-то... Ты должен заслужить нашу любовь. Ну, или мороженое, не знаю. Ты должен прыгать, станцевать польку-бабочку перед нами, иначе мы тебя любить не будем. Иногда ребенок чувствует, что брата любит больше, чем меня, или сестру больше любит. То есть иногда идет какая-то ревность или зависть. Эти тоже программы проработать. Эмоции тоже надо вернуть и тоже в них посидеть. Почему? Я себе выбрал такой урок. Зачем? Для чего? Что я хотел? Какой опыт? То есть задаем вопросы, ну и, соответственно, получаем ответы. То есть вот это... Если вы все это проработаете, у вас будет другое мироощущение. Когда вы будете разговаривать с другим человеком, у вас исчезнет чувство, что у вас вообще в принципе может кто-то критиковать или осудить. То есть само мировосприятие исчезнет. Такое. То есть всегда будет осознание того, что каждый человек тебя понимает, каждый тебя сочувствует, каждый тебя любит, и каждый тобой доволен. То есть... Это будет мироощущение. То есть вы кожей будете чувствовать себя вот таким защищенным в этом пространстве, и будете понимать, что Вселенная вас бесконечно любит. В эту Вселенную входят все люди, которые рядом находятся. Ах... Да. Продолжение следует...